Северо-Казахстан Северо-Западным техническим университетом по сельскому и лесному хозяйству города Янгинь. Более подробно о визите северо-казахстанской делегации в город Янгинь, о совместных планах и проектах расскажет проректор по академическим вопросам северо-казахстанского государственного университета имени Монаша Казыбаева Исакаев Сверволд Маратович. Сверволд Маратович, пожалуйста, вам слава. Маратов, приветствую, представители СМИ. Здравствуйте. Действительно, с 3 по 11 апреля делегация нашего университета состояла свой визит в университет Северо-Западный технический университет по сельскому и лесному хозяйству. Хочу отметить, что этот визит был совершен в рамках ранее заключенного договора с этим университетом и он преследовал следующие основные цели. Это, в первую очередь, определить дальнейшее направление для совместной научно-образовательной и исследовательской деятельности в сфере сельского хозяйства и образования, разработки и реализации совместных образовательных программ и научных проектов, организации академического обмена обучающимися, а также организации краткоспользующих стажиров-преподавателей. В свою очередь, университет оказал достаточно хороший прием, все было достаточно продумано. Нам удалось встретиться с руководством университета, руководителем отдела международного сотрудничества, руководством колледжа агрономии, а также колледжа международного образования. В этом году было посещение государственной лаборатории биологии и растеневодства для засушливых районов, а также инновационный центр культурной биологии. Кроме этого, у нас состоялась встреча с президентом Северо-Западного университета сельского лесного хозяйства, профессором У. В ходе встречи по итогам нашего визита были подведены предварительные итоги совместной работы. Были особо отмечены проводимые и планируемые проекты в сфере сельского хозяйства в рамках заключенного договора между университетом и агротехническим факультетом Северо-Западного университета. Также необходимо отметить, что наш университет входит в альянс университетов, вовлеченный в реализацию проекта «Один пояс, один путь», инициированный Китайской народной республикой. По завершению визита нами совместно с университетом была подписана дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей на 2018 год. Хотелось бы кратко остановиться по основным пунктам и показателям, по которым мы будем продолжать свою совместную работу. Будет заключен договор в мае месяце о создании агротехнопарка на базе нашего университета. Что это представляет собой, то есть на базе, вы знаете, что в принципе университет располагает агробиологическими станциями, так вот имея, то есть на той земле, как раз таки, которая входит в эту агробиостанцию, будут производиться сорта испытания. Планируется в мае месяце визит делегации ученых Северо-Западного технического университета сельского хозяйства, во время которых будет проведен посев 13 раздоровительных культур, то есть они везут нам новые сорта, они достаточно дорого стоящие, с тем, чтобы опробировать в условиях Северо-Казахстанской области наиболее перспективные сорта сельскохозяйственных культур. Эта работа будет продолжаться до сентября месяца и по полученным результатам, соответственно, будут сделаны определенные выводы, то есть о возможности, допустим, подходят те или иные сорта сельскохозяйственных культурам к нашим климатическим условиям, соответственно, их основные показатели – это урожайность, также возможности использования и предоставления в будущем для наших сельскохозяйственных культурам. Также достигнуты договоренности, что совместно с этим университетом мы будем осуществлять программы по дипломному образованию магистратуры по принципу 1 плюс 1, то есть один год мы обучаемся у себя в родном УГУЗе, второй год мы обучаемся в этом китайском университете. Условия достаточно хорошие, то есть они предоставляют нам бесплатное проживание, проживание, обучение и обучение, соответственно, в Китае у нас включает стипендию, достаточно большую. Далее достигнуты договоренности по программе молодого исследователя, то есть эта программа предполагает прохождение научных стажеров в течение года на базе исследовательских лаборатуре университета в городе Янлин, что достаточно важное. То есть стажеровки могут проходить как специалисты по сельскому хозяйству, кроме этого они готовят специалистов и проводят исследования в области экономики, сельскохозяйственного машиностроения, развития IT-технологий в сельском хозяйстве. Также достигнуто соглашение об обучении в постдокторантурии, то есть есть у них такие постдокторские программы, то есть это те молодые ученые, которые получили степень кандидата наук, либо доктора наук, будут иметь возможность обучаться в течение двух лет на безвозмездной основе в этом университете. Уже в августе месяце наш университет направит трех докторантов и двух магистрантов на обучение в этот университет. Срок обучения по докторантуре это четыре года, то есть один год они изучают язык и три года обучаются в самой докторантуре. По аналогии в магистратуре год у них выходит на обучение языка, языку, и два года в магистратуре, после чего эти ребята возвращаются и будут продолжать работу в нашей области. Далее, состоялся также визит посещения компании «Айдзюит». Вы знаете, что у нас в области работы предприятие «Тайшимайф», как раз таки от Сианинской индустриальной корпорации «Айдзюит», является учредителем ТО «Тайшимайф» в Тайшинском районе Северо-Казахстанской области. В рамке встречи с генеральным директором «Дзейхэй» он высказал достаточно высокую заинтересованность в сотрудничестве с нашим университетом в сфере совместной подготовки высококвалифицированных кадров в области АПК. Он проинформировал нас, что на базе «Тайшимайф» будет открыт центр по инновациям и передаче современных технологий в АПК для наших сельхозтоваропроизводителей. Это говорит о том, что мы договорились, что на базе этого центра в дальнейшем будут проходить стажировки и обучения наши преподаватели, магистранты, докторанты. И им также было предложено, что в сентябре месяца они планируют посетить наш университет и предлагают заключить четырехсторонний договор. Это договор между компанией корпорации «Айдзюит», управлением сельского хозяйства Северо-Казахстанской области, университетом СКГУ, университетом города Янлин. Планируется, что ближайшее посещение президента компании «Айдзюит» состоится уже 20 мая. Он предварительно приедет, то есть будет организована встреча на базе нашего университета. То есть мы предварительно оговорим, в каких сферах мы можем взаимодействовать, а уже официально наши договоренности будут закреплены договором в сентябре месяце. Кроме этого, в рамках визита к нами был посещен Центральный национальный университет Минзу. Он находится в городе Пекине. Это университет национального уровня. Состоялась встреча с руководством факультета казахского языка и литературы. То есть это факультет, в этом университете работает. Также состоялась встреча со студентами и магистрантами этой кафедры. Основной вопрос обсуждения на первом этапе – это взаимообмен и научная стажировка наших студентов и магистрантов. По результатам этой встречи были достигнуты следующие договоренности. До июня месяца мы планируем заключить договор о взаимопонимании совместном сотрудничестве. И в 2018-2019 году планируется отправка двух человек, то есть, как правило, студенты либо магистранты нашей специальности, калатская филология, для прохождения программы академической мобильности. В свою очередь университет Минзу также нацелен на отправку и обмен этих студентами. Те же условия, то есть мы обучаемся там бесплатно, жилье, проживание нам дают безвозмездно. То есть все на взаимосотрудничестве и взаимозачете. Кроме этого, хотелось бы отметить, что сейчас, как вы знаете, принято решение в Акимобласти на отчетную встречу с населением инициативу создания агротехнологического факультета на базе нашего университета. Решение уже принято, то есть учебным советом уже принято решение об открытии агротехнического факультета по направлению сельское хозяйство. В настоящее время нами подаются заявления на получение лицензии на дополнительные специальности сельскохозяйственного направления. И с сентября месяца у нас будет отдельно выделенный сельско-агротехнологический факультет. В настоящее время мы ведем работу по формированию материально-технической базы, формирования кадрового потенциала этих кафедр, вернее, факультета кафедр. Я думаю, что, в принципе, уже с Нового года в новом формате этот факультет будет работать. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, время нашей работы подошло к концу. Мы благодарим вас за активное участие и вас, Ербол Маратович, за подробную и представленную информацию. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok